Как воспитывать в ребенке целеустремленность? Через себя. Все одно и то же. Когда у вас появится целеустремленность, у ребенка тоже появится целеустремленность. Начните жить для чего-то. Побеждайте в своей жизни. У каждого человека есть своя сфера победы. Она зависит от задач, которые поставлены в жизни перед человеком. Женщина побеждает в сфере отношений. Сфера ее жизни — это отношения. Женщина живет близкими отношениями с людьми. Она строит отношения. И поэтому молитва нацелена на победу в отношениях. Женщина разбирается в отношениях. Она строит отношения. Она побеждает в отношениях. Она создает отношения. Она регулирует отношения. Она воспитывает всех, чтобы отношения были хорошими. Она препятствует плохим отношениям, наказывает за плохие отношения. Все связано с отношениями в жизни женщины. Ее волевые усилия направлены на это. Она молится за это, она живет этим. И боль от плохих отношений приходит в сердце женщины в первую очередь. Это ее сфера побед. У мужчины тоже есть сфера побед. Это устойчивость семьи. Духовная устойчивость семьи. Мужчина должен в период Бога семью вести. Материальная устойчивость семьи. Мужчина должен сделать так, чтобы семья была защищена от невзгод. Чтобы была своя жилплощадь, чтобы было недостаточно средств на жизнь. Устойчивость в плане здоровья. Мужчина должен призывать всех вести здоровый образ жизни. Женщина психика очень нежная, хрупкая, ленивая. Так устроена психика женщины. Она в гармонии хочет быть со всеми. И очень трудно волевые усилия совершать в целом. Она иногда вдохновляется чем-то и начинает делать так, как надо. Но потом раз, силы кончились. Ну где же взять силы? Опять идет, где-то вдохновляется, опять делает как надо, опять силы кончились. У мужчины по-другому психика устроена. Он как бы толкатель, двигатель прогресса. Если он понял, как правильно жить, он все, в парловоз вперед летит. Ну то есть он пошел, то есть вперед. Ему хочется побеждать, он хочет жить нормально. И препятствия в жене уже. Она сама лекцию начала первой слушать. Вроде хотела правильно жить, но теперь она стала вставать рано. И он говорит, что же с ней делать? Не убивай ее. Вот. Потом он понимает, что женщина, она вот такая очень, у нее психика такая расслабленная, гармоничная, из любви сфотканная. Он ее несет в душ на руках. Она говорит, хорошо, я просто встаю. Вот. И все, у них гармония возникает. Он понимает, что как бы женщина означает расслабленное, нежное существо, и надо помочь рано утром вставать. Не надо ее сильно мучить, она должна спать чуть больше, чем мужчина. На часик, как минимум. Вот. Женщина, правда, блестяк. Целестребенность – это мужская черта характера. Но у женщины тоже может поддерживать целеустремленность в своей жизни, в своей психике. Но это происходит по-разному. Мужчина поддерживает целеустремленность с помощью движения к цели. Мужчина должен каждый день двигаться к цели. Ему надо что-то сделать для движения цели. Само движение его вдохновляет двигаться дальше. Женщина поддерживает свою целеустремленность через вдохновение, которое приходит через звук. Она вдохновляется тем, что кто-то целеустремлен. Поэтому у женщин существует сеть вдохновения всегда в доме. Это телефонная сеть. У кого-то мегафон сеть вдохновения, у кого-то МТС. Вот. И женщина одна, а другой звонит. Говорит, ну что, ты встала сегодня, нет? Та говорит, да что-то я не смогла. Ну давай ты вставай, ты что? Мы же лекции слушаем. Она говорит, ладно, я завтра встану. То есть у женщины совесть очень сильно работает в результате общения. То есть женщины должны постоянно созваниваться и контролировать всю ситуацию, как бы что происходит с женщинами. Они должны каждая звонить друг другу и общаться. Тут у меня жена начала изучать книжку «Воспитание детей». Она взяла в магазин, пошла, купила еще пять книжек таких и подарила всем подружкам. Изучаем книжку «Воспитание детей». Вот. Теперь что дальше? А дальше она всем говорит, ну ты прочитала вот эту страницу? Зачем она это звонит? Потому что целеиспременность у женщины зависит от отношений. Надо, чтобы много женщин рядом и кем же занимались. Тогда идет волна. Мы встаем все вместе рано. Все. Так, ты встаешь? Нет, не встаю. Хорошо, надо вставать. А у женщин, у них психика так работает, у них с совестью очень сильно работает, особенно в отношениях с подружками. Ладно, хорошо, я встаю. Все. И у них вот такая идет волна совместная. Женщина не может одна иметь целеустременность. Она имеет целеустременность только в отношениях. Согласны женщины? Нет. Нет? Нет. Есть правила и исключения. Исключение есть правила. Хорошо, вы исключение есть правила. Остальные все согласны. Вы поймите, что я не готов сейчас принимать от вас наставления. Я не знаю, кто вы такая. Первая судьбе вас вижу. Я ведь сказал тоже, что она есть у женщины целеустремленность. Просто сказал, как она работает сейчас. Рассказал, как она работает. Она работает таким образом, что у мужчины целеустремленность работает через вдохновение, идущее изнутри. Ему нужна победа для того, чтобы двигаться дальше. Нужна победа. Победа произошла, двигается дальше. Нет победы, он кривки. Вот. Если победа, он идет вперед. У женщины целеустремленность тоже есть. У меня неправильно поняли. Она тоже есть, да. Но целеустремленность у женщины, она связана не с победами, а с отношениями. Вот, допустим, у меня жена сейчас записывает диск своих песен. Она поет. Вот она спела хорошо, у нее все получилось. И она просто успокоилась. Нормально. А когда она спела плохо, ее это раз и подбило. Она начинает общаться. Она подходит ко мне, давай поговорим. Вот смотри, мне вообще надо записывать этот диск или нет? Каждый раз. Ну и то же. Я говорю, конечно, надо. Она слушает меня. Вообще тяжело. Начинает жаловаться. Я говорю, да все, у тебя класс, давай послушай, что там было. Да там мелочь какая-то, вообще ерунда. Все, записываемся дальше. Она хорошо. Вот, ну все, уже согласилась со мной. А тот идет, берет трубку и звонит подружке. Тарик говорит то же самое. Проходит час, она вот так поговорила со всеми и все. Завтра записываем дальше диск. Итак, целеустремленность в ребенке всегда возникает, когда есть целеустремленность у родителей. В этом заключается правило. Хоть ребенок женского пола, хоть ребенок мужского пола, просто по-разному это действие. Целеустремленность у мальчиков, она всегда связана с действием. Нужно вовлекать мальчиков в действие. Например, мне повезло в детстве, мне отец меня отдал в секцию самбо. Он пошел, меня в секцию самбо отдал, и там тренер меня вовлекал в действие. 50 бросков. Я делаю обмак своего этого напарника, потом он меня 50 бросков обман. И нормально. Ну то есть, он развивал во мне вот эту вот силу воли, характер. То есть, мы через стулья прыгали. Он поставил стул, говорит, надо прыгать щучкой через стул. А мы до этого сначала просто щучкой прыгали, а теперь через стул. Я первый раз думаю, через стул страшно, а вдруг я носом задену за стул или коленкой там. Потом буду головой обматы тормозить. В общем, у меня аналитический ум. Я такой прыгнул, чуть-чуть задел за стул. Потом прыгнул второй раз, уже не задел. Вот на следующее занятие прихожу уже два стула. Тренер так нас учил более. До пяти стулов так доходило. Ну то есть, он распитывал силу боли. То есть, у нас боевой дух такой. То есть, мы не боялись уже башкой от стулья втыкаться потом. Уже нет проблем. То есть, добился вот этой силы внутренней, чтобы мы прыгали, там летали. У меня такой был случай в жизни. Я ехал на велосипеде. И как-то так получилось, что, ну как бы заклинило там что-то колесо переднее. И я вот на полном, ну мне уже там сколько, 48 лет. Я на полном движении перелетаю через велосипед. И вы представляете, я занимался самбо, сколько получается, больше 30 лет назад. И я делаю падение. То есть, об асфальт, руку вот так выставляю. То есть, перекувыркиваюсь и делаю падение, как вот меня учил тренинг. Представляете? Вообще, ни одной царапи, ты все нормально. Встал, поехал дальше. Все классно. Ну то есть, это у мужчины. У мужчины целеустреленность означает просто побеждать. У женщины вот так. У мальчика тоже. Берем мальчика, идем на секцию и побеждаем. Или взял с мальчиком, начал бороться. Он кривкий, как бы пытается папу победить. Все, вот так работает психиковый мальчик. Девочку надо целеустреленность развивать с помощью отношений. Мама говорит, давай будем вместе делать то-то, то-то. Все, девочка, давай. То есть, ей нужно, чтобы была любовь и чтобы она чувствовала какую-то опору в том, что она делает. Допустим, если кто-то рядом, то же самое делает, ей легче. Если никто не делает, ей тяжелее. Ну то есть, девочке тоже можно воспитывать свою устребенность, но надо вот это в коллективном сознании делать. То есть, или вместе с ней делать, или она должна общаться на эту тему с кем-то. То есть, тогда она легко движется вперед. Вот так. Допустим, приведем пример. Вот, допустим, девочка учится в школе. Ей задают уроки, показывают, какое задание надо выполнять. И подружки все тоже садятся учиться. Ей очень легко. Она садится и учится, и спрашивает, у подружки, сделала этот задание, что-то сложно. Подружка говорит, сделала вот так-то. Ну, они там вместе учатся, все. И им нужно быть вместе. Вот, мальчику нужно почувствовать вкус победы. Если он решил сам задачку, следующую задачку ему хочется уже решить самому. Его надо запустить, как мотор, знаете, там, вот, водокачалки. Запускаешь, он потом работает. Так, мужчины, психика сложная. Надо мальчику решить, помочь первую задачку запустить и сказать, ты сможешь. И все, он пошел дальше уже. Не получается еще ему помочь. Понимаете разницу? Вот это целеустременность мальчика и девочки. Но знайте, что если у вас дома никто не работает над собой, ребенок не будет целеустремленным. Его психика всегда зависит от атмосферы. Мама, допустим, домой приходит, с работы устает, ложится отдыхать. Папа смотрит хоккей. Но какая у него будет целеустременность? Целеустременность означает, что человек служит. Он побеждает себе желание наслаждаться. Целеустременность означает аскеза. Аскеза это такая штука, когда ты отказываешься от отдыха и ввергаешь себя в какой-то процесс напряжения, преодоления. Это должны делать родители дома. Если родители этого не делают, значит ребенок делать никогда не будет. Все, никакой целеустремленности. Бывает так, что у ребенка по судьбе астеническое состояние. Ну то есть сейчас, понимаете, мы живем в городе, вот в этих каменных джунглях не хватает энергии природы. Так как не хватает энергии природы, поэтому не хватает сил жить. Большинство людей заморенные, понимаете? То есть они просто бяренькие. Это особенно касается детей. Вот. Это преодолевается частично с помощью сыровидения. Некоторые люди начинают просто больше сырой пищи есть, это правильно. Вот в Москве надо есть больше сырой пищи в целом, чем в других городах. Допустим, 50% салатов есть и 50% вареной пищи. Почему? Потому что не хватает праны, психической энергии. Нам не хватает природы, живой природы, понимаете? В деревне эта живая природа дает человеку силы жить. А здесь нет живой природы, здесь камень круглым. Этот камень давит на психику, задавливает. Мы как пещерные люди, понимаете? Это как из пещеры человек, вот он в камне живет. Так и мы живем вот в этих камнях. Понятная система, да? Нужна сырая пища, чтобы как-то немножко активизировать. Допустим, бывают дети, у которых просто силы нет. У них нет сил. Не то, что они не целеустремлены. У них просто нет сил идти в школу, нет сил жить. Потому что они хватают правильной энергии. Нужно бегать. Нужно бегать. Не бойтесь, вы говорите, я не буду в Москве бегать, здесь все заказованно. Но все равно же дышите эти газы. Какая разница? А бег, он стимулирует психику. Человек бежит, у него силы появляются. Хорошо спортом заниматься с детьми. Рано утром встаете, вся семья встала. Жена в шортиках, муж в трико, сын в пижаме, побежали трусой по Москве. Не бойтесь жить. Начните спортивную жизнь. Спортивная жизнь означает волевая. Сначала надо тело активизировать. Сначала тело надо зарядить. Понимаете, все идет через тело. Если тело ленивое, значит не будет силы боли в уме. Надо тело, встали, зарядку сделали, все вместе, втроем. Начинается все с мужа. Если муж не хочет, значит жены начинается. Жена вдохновитель мужа. Зарядку сделали, ребенок покрепче стал. Если не делает, он вялый ходит. По компьютеру. А скажите, по поводу физического, прививать ребенка к спорту. У меня просто есть подруга, которая очень спортивная семья, но она ненавидит лыжи вообще все, что с этим связано. Потому что родители, там, в принципе, ура, 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 ура. Каждое утро на эти лыжи, и все бодренькие. А она просто ее трясет. Девочку, да, трясет вот эти лыжи. Ну, значит, через насилие это все происходит. Не через любовь, а через насилие. Как это сделать, чтобы ребенка не возникло такого потрата? Может, она пускай отдыхает иногда? Не надо мучить. То есть, я вот жену, допустим, не... Вот я сейчас объясню, как я сделаю. У меня жена, она не может рано вставать вообще в принципе. Ну, просто не может. У нее психика по-другому устроена. Ей надо спать больше. Все. И я, как бы, я рано люблю вставать, всю жизнь рано. И я, как бы, сначала нервничал. Хотел ее заставлять, еще хуже стало. Она вообще уже, как бы, у нее стресс. Потом я, как говорится, успокоился и перестал ее трогать вообще. Она успокоилась, расслабилась. И потом появилось желание рано вставать. Когда она увидела, что я ее не трогаю, прошло время, месяцы прошли. Она успокоилась, расслабилась. Потом она мне говорит, я бы тоже хотел рано вставать. Я говорю, давай подумаем, как мы это сделаем. Она говорит, ты просто приходи, скажи мне, пора вставать. Я, это, с реагируем. Я говорю, хорошо. Я подхожу, пора вставать. Смотрю, даже вообще не было движения. Как будто вообще. Ну, у меня просыпается азарт. Я такой ухожу через пять минут. Пора вставать. Она на третий раз, она говорит, слушай, отстаньте. И сработало. И потом удивительно, как сработало. Сработало все-таки одно. Я, мы с ней договорились, что я прихожу только один раз. Я прихожу и говорю, пора вставать. Я уже пошел молиться. Так здорово помолиться с утра. И пошел. Она услышала такая, раз и встает. Ей тоже же хочется помолиться с утра. И все, и все. Она начала вставать в рано утром. И я не, если она не встает, я не подхожу больше. Понимаете, без насилия включается разум и энтузиазм. Передавливать никого не надо. То есть, это другая ситуация. Родители привязаны к спорту и передавливают своего ребенка. Это неправильный подход жизни. Слышали? Дайте ребенку свободу выбрать. В более любое, мы ведь не знаем, что там внутри. Может, у этой девочки вообще остынее какая-нибудь. Трудно вообще. Ей плохо бегать там по утрам. Ну, то есть, надо чувствовать человека. В молитии можно понять, почувствовать человека. Иногда человек может, а иногда нет. Надо давать возможность человеку отдохнуть. Потом дальше он будет уже идти вперед. А если наоборот, ребенок сам не может определиться. Более пускай не нравится, но там очень устает. Кто как? Девочек умеет. Это значит, надо отдать другое место, где не устает. Это зависит от тренера. Понимаете, вообще детей надо развивать таким образом. Надо давать им физическую культуру. Сейчас тренера отжимают детей, пытаются довести до какого-то, ну, там, мастер спорта по художественной гимнастике. Понимаете, у них есть свои цели. А детей надо просто давать им радость движения. То есть, ну, не нужно их отжимать. Нужно давать им физическую культуру. В этой связи не надо как бы отдавать слишком крутую секцию. Отдайте просто туда, где просто энтузиаст какой-то, который любит с людьми работать. Ваша цель же не сделать из нее мастера спорта по художественной гимнастике. А цель просто, чтобы она стала крепким, сильным, развитым человеком. Без движения очень трудно детям развиваться. Понимаете, нет движения, нет воли. И сейчас детей пережимают в учебе. То есть, дети сидят там, у них увеличивают эту нагрузку по программе школьной. И дальше из ребенка делают котлет. Причина непонимания родителей. Я уверен, что у вас 90% из вас не знают, что школьная программа, которую сейчас дает, ну, как бы стандарт общества детям, она, если полностью выполнять правильно все, что там есть, она делает из ребенка котлет. Причина заключается в том, что вот эти все дисциплины, которые там есть, их нет смысла изучать так глубоко. И основательно в таком раннем возрасте. Потому что в таком раннем возрасте нужно, вы понимаете, в утробе матери ребенок получает веру в Бога. Поэтому обязанность женщины беременной, такие же, как у монахов, молиться и жить счастливо в гармонии с природой. Ребенок становится здоровым и верующим. В раннем детском возрасте ребенок перенимает глубокие поведенческие черты характера своих родителей. Он фактически перенимает наклонности родителей, их устремления. И делает это он интуитивно. То есть это не через слова передается, а через поступки, через действия. Начиная с 5 лет, где-то до 8, ребенок начинает воспринимать социум. У него сформируется понятие, что такое родина, что такое его родной язык и так далее. Понимаете, с 8 до 12 лет идет нравственное развитие. То есть ребенок развивается. Что такое честность? Крошка, сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Понимаете, то есть есть последовательность определенная. Только с 13 лет человек начинает пытаться изучать практические вещи, связанные с его жизнью. Он хочет выучиться чему-то, чтобы ему в жизни помогло. Но до этого времени у него другие задачи внутренние. Если ребенка в 7 лет учить математике, физике, химии, она ему не нужна. У него, понимаете, он должен в игре находиться. Почему он должен находиться в игре? Потому что у него формируется характер. Именно в игре означает любви. Что такое игра? Это любовь, это отношения. Девочке надо играть в семью, мальчике на мальчику надо играть в войну или еще во что-то. У него формируется мужской характер. Ему надо играть в этой игре, у него формируются черты характера. Точно так же математику надо осваивать в этой игре. Понимаете? Но у нас, так как у нас, понимаете, у нас есть задача, диплом с пятерками. У нас нет задачи сделать хороший характер у ребенка. У нас другая задача, диплом с пятерками. Наша задача. Причем эта задача полностью иллюзорная, особенно в нашей стране. Кто из вас показывал свои пятерки хоть раз в жизни, когда устраивался на работу там или вообще где-то? Поднимите руку. Кто показывал? Поднимайте руку, мы статистику проводим. Пять человек. А кто ни разу в жизни вообще не вспоминал о нем? О своем дипломе с пятерками? Или с тройками? Так зачем тогда убивать детей ради этого? Этот диплом никому не нужен. Я имею в виду не диплом, а аттестат, где там прописывают оценки. Мы же обето убиваемся. Это никому не надо вообще, понимаете? Никому не надо. Так зачем тогда ради этого убиваться? Еврея поймали и начали бить. Он говорит, я по паспорту русский. А ему говорит, а мы не по паспорту тебя бьем, а по твоей евреи, если можно. Понимаете, никто по аттестатуе, поэтому таблию с ответками не принимают. Все принимают человека на работу по фейсу. И им как бы безразлично, какой у него там, понимаете? По человеку на человеке все видно, понимаете? Вот есть человек, на нем все видно. И у меня еврейский кровь есть, я поэтому люблю еврейский никуда. Два человека, все видно, и не надо никакого. Вот все видно, вот он. Любой работодатель, он чувствует людей. Иначе он не сможет команду создать. Он чувствует, кто такой вот. Он чувствует его, все поговорил, и качество характера через него проявились. Диплом на втором месте после характера стоит всегда в нашей жизни. Но почему-то мы на первое место в воспитании ставим именно табель с отметками. Это просто иллюзия. Это неправильное представление о жизни. Развайте характер в своем ребенке. Я в институте каждый день, когда была лекция, я ходил лечить людей в клинику. Мне хотелось научиться лечить. О лекции я там чуть-чуть подсчитывал, брал у ребят, у знакомых, чтобы как-то экзамены сдавать. Я не учился на пятерке. Я пытался научиться лечить людей, понимаете? У меня была цель такая в жизни. И я научился. Уже на пятом курсе я уже лечился на проекте института. На четвертых. Поставьте правильные цели. Первое, что нужно понять, чего сейчас самое главное не хватает детям. Целистреленность, как воспитать. Чего не хватает самое главное детям сейчас? Самое главное не хватает. В чем? Свободного времени. Так же, как и вам, детям не хватает духовного развития. Это самое главное. Дети не знают ничего о Боге. Дети не знают ни о чем о совести, о нравственности. Ничего об этом вообще не знают. Это основа жизни человека. Вы говорите, как ребенку, мой мужик, кругом наркоманы, кругом гомосоциалисты, там, и кто прочее. Это все зависит от того, какой индикатор вы сделали в его сердце. Индикатор означает духовное образование. Если вы сделали правильный индикатор, он сам этим индикатором отпилингует, что ему надо в жизни, что нет. Он тоже же человек, он тоже чувствует, где хорошо, где плохо. Все, нет проблем. Дальше детям не хватает правильного, правильной среды. Среда какая у детей? Распространяются фильмы, мультфильмы нищайшего качества. Это все равно, что в уборную бросить своего ребенка, давать возможность это все смотреть. Низкое качество очень кинематографа, понимаете? Низкое качество означает мультфильмы, все риф-паф, там, обзывания, оскорбления. Что человек слушает, таким он становится. Очень низкое качество понимания, как развивать ребенка. Компи думает, вот эта игра, она его развивает. Эта игра развивает в нем животные инстинкты, основанные на страхе и желании победы. Вот все игры, они из чего сотканы? Из того, что... Все, понимаете? Основаны на страхе и желании победы. Это животные инстинкты. Животное хочет страх, хочет бояться, животное боится и хочет победить. Чего вы этими компьютерами детях развиваете? Страх и желание победы. Животные инстинкты. Никакого другого развития нет. И так как это интересно, это вовлекает страсть, от этого возникает зависимость у детей. Оторвитесь сами от компьютеров и пойдите с ребенка в парк. Побегайте, попрыгайте. Развивайте в нем естественную любовь к природе. И если даже уже он подсел на компьютерные игры, я уже знаю точно, есть нравственные компьютерные игры. Изучайте, ищите компьютерные игры, которые основаны не на страхе и инстинктах и победе, а основаны на том, чтобы строить правильное отношение. Там где-то цветочки кому-то дарят в компьютерных. Уже пошла такая волна. Ко мне подошел один человек, я говорю, для детей компьютерные игры делаю. Хочу делать компьютерные игры в лагости. Я говорю, слава Богу, наконец-то один такой нашелся. Среда, в которой дети живут, разрушает целеустремленность. Создавайте среду, ищите нравственные фильмы, ищите нравственные компьютерные игры. Кто куда-то ребенок полез, меняйте среду. Пускай он занимается тем же самым, но в другой среде. И вы победите 100%. Потому что вы имеете право запретить и разрешить. Вас никто это право не обнимал. Если ребенок бесконтрольный совершенно, он вас вообще не слушается, это значит, что в вашей семье нет любви, у вас нет правильных отношений. Если будут правильные отношения, сердце ребенка обмякнет, и он начнет слушаться по-любому.